всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео хотел бы поговорить о правильной и скажем так удобной организации мультитрека в проекте который подразумевает сведение то есть когда вам прислали какой-то мультитрек вы его только что импортировали в проект и что нужно сделать для того чтобы максимально сделать комфортным дальнейшее сведение там редакторскую работу и так далее вот сейчас просто по основным шагам пройдемся вкратце и скажем так приведем вот эту сессию которая только что импортировал в порядок значит в первую очередь нужно обращать внимание конечно же на название файлов просто они иногда бывают очень скажем так мягко кривые чуть ли там не просто аудио 1 аудио 3 то есть если у вас такая ситуация то советую прежде послушать каждую дорожку и обязательно как-то проименовать то есть должны быть обязательно грамотные названия у аудио файлов точнее в аудио дорожек потому что ну сами понимаете это очень важно работать с проектом где 50 дорожек с названиями аудио 15 аудио 23 ну практически нереально комфортных условиях он говорит не приходится далее то есть у нас здесь уже название прописаны дали наша задача все это организовать потому что иначе просто непонятно что с этим делать поэтому я организовываю обычно таким образом что барабан у меня сверху потом идет бас потом идут гитары клавиши основные вокалы и бэк-вокалы то есть такой классический метод и собственно давайте здесь это сделаем я сейчас ориентируюсь на название файлов пока все перекину сюда и потом уже более детально посмотрим что в каждой дорожке есть это фильтры ты не знаешь такое так это вокал фильтрованный вокал feels and claps понятно такие некие дополнительные клепы так дроп сам дроп поставим его после барабанов так это у нас что вот такие бэк бэк-вокалы скорее так вот нас хай-хэт есть так вот здесь нас еще несколько киков луп то есть это дополнительные лупы которые будут играть вместе с живой барабанной установкой опять же когда вы занимаетесь вот такой вот казалось бы вроде не относящийся к делу сведения рутиной вы в том числе и знакомитесь с мультитреком что очень важно то есть нужно понимать что у вас вообще имеется с чем вам придется работать то есть это но очень важный момент его сразу может таким образом скажет так убить двух зайцев сразу себя перетащу бас нас через какой-то бас то есть бас гитара и клавишный бас так дальше нас 6 оверх и d так тут видим есть room дару микрофон и это что тоже дополнительная так вот с нейр это все я сразу выделю перенесу наверх так то мы то есть я располагаю бочки с нейры потом хай-хэт это мы так сейчас мы послушаем эту бочку эту это дополнительные сэмплы видимо сделаны из триггера для бочки то что мы бочка звучала плотнее так часто делают то есть есть реально записанная живая бочка с двух микрофонов это саба а это изнутри самой бочки то есть пластика и к ней еще тут добавлены уже готовые сэмплы которые подмешиваются к живой бочки то есть это так называемый драм триггирования это часто используется такой достаточно мощный рок музыки хардму хард рок музыки то есть бочка звучит гораздо более мощно с этими сэмплами это же самое здесь у нас с с нейром то есть есть реальный с нейр и есть дополнительный сэмпл подмешанный к живому с нейру так тут у нас еще есть да то есть явно слышно такие сэмплы сюда сразу их разместим так и точки дополнительные кики но они видимо отдельно и все сюда поставлю таким образом у нас вот уже собрались ударные и я сейчас сразу их выделю то есть зажал нижнюю дорожку верхнюю выделил шифтом общем ценная открывается палетка я сразу я раскрашу все эти дорожки в рыжий цвет я уже привык все барабаны красить в этот цвет просто сразу выделить что ты там я группа барабанов далее смотрим у меня здесь вот еще идет несколько гитары их ставлю после баса дальше посмотрим на здесь есть педы пианино так и теперь посмотрим что у нас тут с вокалами так дроп у нас сместился сейчас мы вернем сюда к фэксом так у нас пэк вокал 1 ну то есть вот у нас есть здесь не обработанный вокал и есть также фильтрованная версия этого вокала то есть тут либо мы можем выбирать какой вариант оставить либо пробуйте вместе смешать то есть это уже надо смотреть и также дальше идут уже бэки у нас эти такие более полновесные бэки это такие тоже дополнительные вокалы похоже на дабл трек ну да то есть нас есть лид вокал есть к нему дабл вот то есть таким образом у нас здесь все сейчас расставлена и я сейчас тоже бас тоже раскрашу цвет гитары у нас тоже будут пример такие клавиши у нас будут такими основные вокалы к примеру такими и бэки у нас будут пример такими то есть вот уже сейчас все это гораздо проще смотреть так это тоже выделю режим цветом то есть таким образом уже понятно что вот это у нас идут ударные здесь у нас идет бас здесь у нас гитары вы клавиши вокалы и так далее что можем сделать следующее следующем можем это все сразу упаковать в фолдер стеки я очень люблю фолдер стеки по разным причинам в первую очередь они облегчают работу с мультитреком то есть мы сделаем трек крейт трек стек здесь выберем фолдер стек у нас все просто упаковывается вот в такую папку то же самое можно сделать здесь нас будет бас нас будет драмс нас будут гитары я использую горячие клавиши common shift f здесь нас будут клавишные и дальше например можно сразу объединить все вокалы таким образом мы можем что-то раскрывать закрывать и фокусироваться на том наш на чем мы в данный момент будем с чем будем работать чтобы еще можно взять можем выделить все треки и выбрать команду color track by origin color у нас здесь раскрашиваются треки в те же цвета что мы выбрали для регионов это очень полезно для работы потом с микшером то что в микшере у нас вот те же цвета будут сохранены на самих треках то есть мы здесь их легче ловили глазом что и что у нас где есть и также опять же плюс использование фолдер стеков что можно здесь сворачивать так же как и в окне аранжировки и фокусироваться только на конкретных каких-то группах инструментов либо все закрыть то есть это такая скажем так основная часть организации мультитрека следующая часть 2 это скажем так и сейчас здесь включу режим отображения более крупной волны чтобы было видно мы можем здесь сразу посмотреть где у нас что играет то есть мы можем обрезать эти дорожки так как нам нужно для этого можно использовать либо так вручную при маркету я так часто делаю так я уже привык то есть я просто прям выделяются области где что-то звучит это обязательно делать лучше в таком режиме потому что можно случайно задеть какой-то хвост ли там ревер от трека и его случайно обрезать чего конечно же не должно быть то есть можно таким образом это дело сделать вручную я честно говоря люблю этот метод потому что у меня первых позволяет проконтролировать что я ничего лишнего не удаляю и при этом что я сразу же ориентируюсь где у меня примерно что играет то есть я уже смотрю в какое какая часть песнями более насыщенная какая часть песни у меня менее насыщенная и так далее можно воспользоваться методом strip silence то есть выделяю трек например вот с этими томами нажимаю control x и здесь можно настроить обрезку файлов по тишине я всегда оставляю при атактаем дело побольше чтобы случайно не захватить какие-то начальные транзиенты и чуть-чуть оставляю 2 секунды после таким образом у меня все превращается вот в такие четыре регион то есть тоже достаточно удобно можно и так попробовать попробуем здесь тут настройки уже сохранены мои предыдущие ok тоже все в порядке здесь тоже все в порядке а вот здесь уже начинается немножко проблема что у нас вот из одного региона делается 2 здесь тоже немножко наслаиваются то есть либо менять настройки но все равно это бывает не очень удобно поэтому в данном случае я лучше опять же сделаю вручную например вот эту зону выделю чтобы особо не мельчить и обрежу все ненужное кстати еще один плюс от от такой обрезки это то что вы экономите скорость вашего жесткого диска потому что в те моменты когда у нас ничего нет у нас logic не считывает этот файл жесткого диска то есть так бы он считал все эти файлы все эти стены от начала до конца а так он просто в нужный ну точнее в ненужные моменты не считывает пустоту точнее тишину в том или ином файле поэтому вот эта обрезка она также еще и технически способствует лучшей производительности проекта ну и также в конце тоже здесь сделаю обрезку и таким образом мы приводим в порядок ты теперь можно сразу сделать приводим наш проект уже к такому более слаженному виду тоже на всех случаев ручной потому что здесь есть какие-то тихие очень части чтобы их случайно не обрезать так ну здесь эту дорожку я обрежу и собственно тоже самое с вокалами если где-то регионы друг с другом пересекается в этом нет ничего страшного потому что это по сути один и тот же файл поэтому здесь никаких проблем быть не должно теперь к мы сделали все это у нас более наглядно выглядит теперь аранжировка то есть это второй момент опять же для знакомства с мультитреком то есть я уже понимаю что у меня самая насыщенная часть в аранжировке это но скорее всего вот этот на видимо последний припев где у нас играет и барабаны и бас и клавиши звучат и все гитары и бас играет и вокалы с бэками то есть вот в этой части все присутствует максимально поэтому если я начну сводить я скорее всего зафокусируюсь на вот этой части и буду ее уже сводить вот и то есть если я хорошо сведут эту часть и она будет звучать максимально чисто и насыщенно то 90 процентов работы скажем так будет сделано то что все остальное в принципе состоит из того же самого мне останется только сделать какую-то автоматизацию какие-то эффекты добавить определенные моменты то есть таким образом гораздо проще работать со сведением проектов то есть просто сделав эту предварительную такую организацию и зачистку ненужного то есть вот уже гораздо комфортнее и удобнее с этим будет работать поэтому всем советую не пропускать этот этап не лениться обязательно проименовать файлы так как вам удобно однозначно почищу вот эти все дополнительные какие-то цифры непонятные чтобы мне ничего не отвлекало расставить все по порядку вы можете использовать мой порядок это такой классический принятый скажем так уже многолетним опытом разными звукорежиссерами либо можете придумать свой кто-то размещает при вокала сверху кому-то так проще и идет дальше по аранжировке я привык вокала снизу то есть все по-разному но опять же вот используя папки используя вот такую группировку по цветам обрезание нужной части уже гораздо проще потом работать будет с мультитреком то есть но вот такая работа занимает 15 минут как вот в нашем сегодняшнем видео и поверьте это сэкономит вам очень много времени при дальнейшей работе над сведением этого трека ну что ж на сегодня все в этом видео с вами был дмитрий русул желаю вам успехов обязательно посмотрите видео курсы из раз из серии микс обзоры в которых я уже более детально рассказываю об опыте сведения разных треков разных жанрах если вы подписчик пакета максимум то у вас есть доступ к этим курсом поэтому посмотрите там на примере разных треков я показываю собственно как я свожу треки то есть уже делаю конкретный обзор готовых своих работ еще раз желаю вам успехов вдохновения увидимся с вами в следующих видео всем пока